О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Секретный миллиард. Почему суд запретил раскрывать данные о конфискованных у Януковича деньгах? Тепло на бумаге. Какие города еще ждут старта отопительного сезона и почему батареи до сих пор холодные? Педагогический триллер. После образовательной реформы учителя с ужасом ждут увольнений и урезаний зарплат. Что говорят в министерстве? Замена патрульных. В Одесской области люди не ждут помощи от полиции и устраивают ночные дежурства. Что получилось? Тайна за семью печатями. Похоже, украинцам пока не суждено узнать, из каких счетов и каким образом конфисковали деньги у беглого президента. Те самые полтора миллиарда долларов Януковича. Краматорский гурсуд еще 28 марта принял решение средства изъять, но текст судебного вердикта общественности недоступен. Прокуратура его попросту засекретила. Центр противодействия коррупции обратился в окружной админсуд столицы с требованием снять гриф секретно, но сегодня получил отказ. У министра экологии времен Януковича Николая Злачевского дела и сейчас идут неплохо. Уголовные производства закрываются одно за другим, а его компания Буризма расширяется. Вот и еще над одной перспективной компанией Буризма получила контроль. Это надра газдобыча. Накануне сделки предприятию как раз выдали лицензию на разработку Шевской площади в Днепропетровской области. Почему же процветает бизнес одиозного экс-чиновника? Почему ни украинские, ни даже британские правоохранители так и не смогли упрятать его за решетку? Далее в материале. Николай Злачевский стал министром экологии в 2010-м. Он один из тех, кто смог сказочно обогатиться во времена Януковича. Как лицензии на разработку богатых газовых месторождений фирмам Злачевского согласовывало министерство, которое он же и возглавлял. Причем делали это с многочисленными нарушениями, без аукциона и даже без разрешения местных общин, что является обязательным условием. Но на это закрывали глаза, вплоть до революции достоинства. После против Злачевского открыли сразу несколько уголовных производств. Одно касалось как раз лицензии, но в судах дело рассыпалось. Активисты обвинили в этом антикоррупционную прокуратуру. САБ заехала на руку Злачевскому. Держава втратила возможность повернуть кілька родовищ. Ось цена помилки антикоррупционного прокурора. А еще в 2014-м в Лондоне заморозили 23,5 миллиона долларов, которые осели на счетах компании Злачевского. Это деньги за продажу олигарху Курченко акции Херсонского НПЗ. Отмытые миллионы можно было вернуть в казну, но в начале года их разблокировали. Украинские правоохранители не предоставили доказательств незаконности этих средств. Было дело и о противоправном обогащении Злачевского, которое позже стало делом о неуплате налогов. В конце концов и это производство закрыли. Так что теперь чиновник, который вывел из страны миллионы, не только продолжает работать в Украине, но и успешно расширяет свой бизнес. На взятки в 7 тысяч долларов погорел чиновник госавиаслужбы. За вознаграждение обещал одной из авиакомпаний лоббировать ее интересы. Задержали главу управления на горячем после получения второй части денег прямо возле учреждения. Прокуроры провели обыск в офисе госавиаслужбы и по месту жительства фигуранта. Похитили киевлянина, угрожали и вынудили отдать более 100 тысяч гривен. Прокуратура Киева задержала сотрудника бюро Интерпола нацполиции и его сообщника. Следователи доказали, они разработали целую схему вымогательства. Предложили столичному бизнесмену купить автомобиль. В день сделки вывезли мужчину в лес и потребовали отдать деньги и банковскую карту, с которой позже снимали средства. Свою вину задержанную признали, но в прокуратуре не исключают, что у них были сообщники. А вот замглавы нацполиции хвастает статистикой. Говорит, в этом году зарегистрировали наименьшее за последние 20 лет количество умышленных убийств. По данным Вячеслава Оброскина, таких преступлений стало втрое меньше и особо отмечает за минувшие сутки ни одного убийства. Правда, учитывая последние события, возникает вопрос, хорошо ли считают в ведомстве Оброскина. Вот и в Одесской области ликования полицейских не разделяют после реформы на десятки сел. Здесь один инспектор. Так что жители вспоминают уроки гражданской обороны и устраивают ночной дозор. Почему же сложилась такая ситуация, разбирался Андрей Анастасов. Одесская область, так называемая Межлеманья. 200 квадратных километров, окруженная водоемами и степью. Местные власти говорят, район сам по себе изолированный. А тут еще после полицейской реформы на треть сократилось количество участковых. 14 населённых пунктов, приблизно до 10 тысяч населения. И это у нас услуговывает только один дельничный инспектор. Как результат, вырос уровень преступности. Цели злоумышленников, дома, гаражи. У Виталия Михана обокрали и то, и другое. Всё, что было, инструмент, сварка, компрессор, ноутбук, телефон, телевизор маленький. Первыми забили тревогу жители села Августовка. Написали письмо в райотдел полиции. Просят ещё одного участкового и усилить патрулирование. Сельский голова зачитывает ответ. Правоохранители предлагают рассмотреть на сессии программу противодействия преступности. Мы идём в полицию. Здесь не согласны, что в районе растёт преступность. Говорят, количество участковых на душу населения строго регламентировано. Поэтому дополнительных сотрудников выделить не могут. Что касается топлива и запчастей, то их действительно не хватает, но это не сказывается на качестве работы стражей порядка. Если у нас будет больше топлива, мы сможем чаще появляться в тех местах, которые требуют нашего присутствия. Жители Августовки остались недовольны. И месяц назад решили самостоятельно организовать ночные дежурства. Последней каплей стали три кражи за один вечер. Да, я слушаю. Едем, прокатимся по магистральной, потом по огородам. Люди закупили фонарики, рации, разбили территорию села на секторы и на двух-трёх машинах патрулируют их по ночам. Задача предотвратить, испугать. Вот месяц патрулируем, месяц тишина, нет никаких краж. При этом жители Августовки говорят, не ищут в этой ситуации крайних или виноватых, но просят руководство страны обратить внимание на тенденцию. Возможно, реформы требуют корректировки. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область. Корректировок в реформах хотят и педагоги. Финансовые перемены учителя уже ощутили. Поэтому и выходят на акции протеста с требованием всё правильно пересчитать и, наконец, честно поделить. Школьная арифметика от чиновников у Инны Томиной. Так, на мирной демонстрации вчера столичные учителя требовали не урезать им зарплаты. По данным профсоюзов, акция собрала около 10 тысяч человек. Работники образования уверены, есть риск сокращения педагогов или уменьшения зарплаты. Елена Рыбалка в системе образования работает уже свыше 10 лет. Вчера активно принимала участие в митинге. Говорит, денег для отрасли в следующем году предусмотрели намного меньше. У нас есть дирка в бюджете в 1 млрд 200 млн грн. на наступный учебный рейк. Это означает, что будут або снищения, в данном случае, надбавки, которые получают работники обучения, або будут сокращены кадры. В эквиваленте 1,2 млрд, это або сокращение 7 тысяч осветян, або с каждого выхователя, вчителя, выкладача, навчальных закладов города Киева, будет снято 40% до посадового оклада. Педагоги уверяют, ситуация плачевная не только для столицы. Со следующего года доплат рискуют лишиться и в других крупных городах – Харькове, Львове, Одессе, Днепре. Ведь теперь субвенции рассчитывают по новой формуле, которую к украинским реалиям посоветовали применить польские эксперты. Ян Герчинский, который был одним из, скажем так, модераторов этой группы, он предложил польскую модель. Но в Польше оплата работы учителя от 1000 до 1500 долларов, что в 10 раз выше, чем в Украине. Кроме возможных проблем с финансированием, работники образования с опаской ждут последствий образовательной реформы. Но качественно заработать новые правила могут только при должном финансировании. Иначе любые эксперименты обречены на провал, уверены педагоги. А свои небольшие, но не лишние доплаты готовы отстаивать. Поэтому, если надбавки не вернут, обещают бастовать и судиться. Инна Томина, Виталий Коваленко, подробности, телеканал Интер. О всех казусах реформы образовательной педагоги сегодня рассказывали оппозиционерам. Лидер опоблока Юрий Бойко посетил Черновицкую область и пообщался с учителями. Впрочем, говорили не только о новациях Минобразования, каким вышел разговор в нашем материале. Школа в селе Великая Будда. Здесь учатся почти 400 детей. Все предметы преподают на родном румынском языке. Но вот в последнее время здесь говорят вовсе не об уроках. Учителя возмущены новым законом об образовании. Сегодня в село Великая Будда приехал Юрий Бойко. Прямо с порога его засыпают вопросами. Мол, почему, принимая закон, никто не учел мнение представителей нацменьшинств? Народный депутат заявляет, оппозиционный блок уже подал ИСК в Конституционный суд. Будут требовать отмены закона. Кто хочет поступать в украинские вузы, не имеет никаких проблем учить украинскую так же и поступает в украинские вузы. И вообще проблема надумана абсолютно ломать через колено людей и не давать им права выбора, разговаривать и учиться на родной мове. Это, на жаль, есть и так же и в Закарпатте такая же ситуация, с российскими школами такая же ситуация. Это неправильный закон и он должен быть отминен. Учителя рассказывают, их дети не только сдают экзамены на отлично. Многие без проблем поступают в вузы. Представители нацменьшинств занимают руководящие должности в органах власти. Выпускники румынских школ никогда не имели проблемы с так называемым социальным лифтом. И для того, чтобы занимать соответствующие посадки на уровне области, на уровне министерств соответствующих. А это почему-то проблема сейчас выпячивается совсем в другую противоположную сторону. Кроме того, новый закон предусматривает сокращение предметов. Стало быть, массовое увольнение педагогов неизбежным. Говорил Юрий Бойко и о начале отопительного сезона. Вернее, о его провале. Котельные магистрали в плачевном состоянии. Плюс, власти не выделили достаточно денег на разницу в тарифах. В результате, теплокоммунэнерго задолжали нафтогазу. Той став позицию, что отключать. То есть, это государство в государстве, такая себе. А заручниками стали простые люди. Заручниками стали население страны, непрофессионизм уряда. И такой антидержавной позиции нафтогаза в Украине. Поэтому мы считаем, что это прямая права чиновников. Мы считаем, что нужно, как не может, швидше владеть за допомогой нормативных документов в рядовых постановок Кабинета Министра, владеть эту проблему, открыть газ и перестать мучать людей. По словам Юрия Бойко, у местных властей нет денег, чтобы рассчитаться с нафтогазом. Поэтому перебрасывать ответственность за то, что теплокоммунэнерго в долгах на местные власти, недопустимо. Ирина Волк, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область. На холодные батареи жалуются жители Киева и Днепра. Несмотря на отчеты энергетиков о том, что практически все дома уже отапливаются, на деле все иначе. Где и почему холодно, расскажут наши корреспонденты. У вас есть тепло. Такой ответ слышат многие жители Соломинского района столицы, когда набирают номер Киевэнерго. Когда мы звоним в Киевэнерго, в диспетчерскую, вот весь дом по очереди звонит и вместе. Говорят, что у вас есть отопление с 27-го. По факту же в их квартирах 13-15 градусов. Мало того, в соседних домах давно нет горячей воды, а последние 4 дня еще и перебои с электричеством. Говорят, разогреваются, набирая номера всяческих служб. Они нас футболяют. Мы звоним в одну службу, они говорят, перезвоните в эту службу. Мы звоним в ту службу. Заявки даем регулярно. Перезвоните в другую службу. Вчера у меня последняя была инженерная служба. Чтобы узнать, есть ли в этом доме отопление по официальным данным, сначала звоним в диспетчерскую. Алло, доброго дня. Пани, скажите, пожалуйста, а что включило и упаление на улице Социалистично 2-4, это Соломинский район? На данный час к этому дому принимаем заявки, если нет квартиры подключения. А больше частично. Там уже есть заявки по вашему дому. Я в курсе, что они есть, но отопления нет. И ответа нет, почему нет отопления. На заявку передали наши заявки приняты. В ЖЭКе мы хотели спросить, все ли заявки приняты. И почему отопления нет до сих пор. Но вот никого из руководства сегодня там не нашли. В Киевэнерго говорят, причин отсутствия тепла может быть много. Основные – это задолженность или повреждения на теплотрассах, которые им не подконтрольны. Если в некоторых домах нет теплоносителя, то это первое может быть из-за повреждений этих домов. Или отсутствие формы Э8, которая подтверждает готовность этого дома принять теплоноситель. Внимательно посмотрите и решите вопрос о подготовке домов и выдаче формы Э8. Еще 27 октября в Киевэнерго заявили, 96% домов давно с теплом. И только 234 временно без отопления. Вчера в мэрии говорили о неполадках в 400 домах. А сегодня киевский городской глава заявил, 800 жилых домов отключены. И пообещал устранить проблему как можно быстрее. За много лет не прикладывались трубы. Более 20 тысяч километров труб находятся под землей в городе Киеве. Иногда трубы как папер. Они уже сгнили, они уже не отвечают никаким нормам. В начале копального сезона у нас продолжается с постоянными порывами труб, водопостачание, теплопостачание. И действительно, эта проблема осталась нам в спадок. Вот в этой пятиэтажке отопительный сезон и не начинался. А на улице сыро и холодно, температура воздуха 7 градусов. В квартирах чуть-чуть теплее. Ну, видите, как я одета, да. Да, очень холодно. А так 13 и 12. Если вот нулевая будет, то будет 12. Они совсем там холодные. Это еще там в кухне, а тут вообще холодные. Все из-за дырявых труб, говорят местные жители. Дому уже 50 лет. За это время к коммуникациям коммунальщики не притрагивались. Как результат, только в прошлом году отопление отключали 4 раза. У нас хомут на хомуте, на трубах. Трубы дырявые, дырявые. Они рассыпаются прямо у людей в руках. И прорывала горячая вода. У людей пара полно в квартирах. Это отваливают собой, это портится. Это дети дышат этим паром. Наталья Продайко держит в руках десятки писем городской власти с просьбами отремонтировать трубы. За три года переписке удалось выбить частичный ремонт труб только в двух подъездах. Остальные два пока так и остаются без тепла. А жильцы с холодными батареями. Ольга Теребинска, Елена Миндалюк, Василий Миновщиков, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер. Один украинский боец ранен сегодня на Донбассе. Случилось это во время боя недалеко от Каменки. Запрещенный калибр боевики использовали только раз. В основном же стреляют из пулеметов и автоматов. И чтобы не нарваться на ответный огонь, нередко прикрываются мирными жителями. На Ишван-Янкор Ирина Баглай расскажет подробности. Оттуда прошлым вечером и стреляли боевики из СПГ противотанкового гранатомета в сторону украинских позиций перед Майорским, крайним населенным пунктом подконтрольным Украине на Бахмутской трассе. Перед вражеским обстрелом была полная тишина. Даже профилактический пострел зеленки, это нормальная практика любой армии, почти не делается. То есть, с 11, ребята, получите. Они закрываются клапаном, тогда они начинают работать. БМП, копейка БХ есть, СПГ есть у них. Клапан на языке военных пропускной блокпост. Именно там боевики и держат свое тяжелое вооружение. Сложнее всего пехотинцам приходится утром, когда российские наемники бьют по соседнему селу Зайцево. Они начинают с копейки по них работать, пулеметы, стрелковые автоматы, СПГ тоже летит их стороной. Они не могут просто дать ответ, потому что люди уже находятся тут, на территории. Это нулевый блокпост КПВВ Зайцево, где с 8 до 5 беспрерывным потоком линию разграничения пересекают люди. Одни едут на подконтрольную территорию Украины, другие возвращаются оттуда к себе домой, на захваченную боевиками территорию. Почти каждый день линию разграничения в этом месте пересекают до 5-7 тысяч человек. Большинство пенсионеры. От нищеты, пенсии, за пенсией. Работали для Украины, на Украину. Ее открывают, мы обратно открываем. Ну живем в середину, она в середину. И там, и тут. Ну а где там дом? Ну где? Вот, например, я приду. Ну дайте мне комнату, я буду там жить. Ну где я там буду жить, правильно? Здесь я родилась, заработала квартиру, правильно? Часть полученных гривен сразу тратят на продукты. Мясо и молоко в Украине гораздо дешевле. Конечно, с продуктами, а как же? Почему с продуктами здесь покупаете продукты? А за что я куплю? За те две тысячи, которые мне дают. Какие? Ну, ДНРовские. Можно купить, ну правильно, кухонку хлеба и пачку соли. Единицы все же отваживаются уже под украинским флагом признаться. С нетерпением ждут освобождения от захватчиков. Но лица прячут. Остерегаются расправы в оккупации. То, что вы покажете, а потом мне там не жили. Да, боюсь. Потому что мне туда ехать, в семью. Что вы можете сделать? И пить. Ирина Баглая, Даниэль Косаковский, Евгений Малярчук. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Судно от пограничникам Сергеем Калмогоровым перенесли на 6 ноября. Напомню, ранее его приговорили к 13 годам лишения свободы фактически за то, что следовал уставу. 9 сентября во время дежурства на блокпосту возле Мариуполя он отдал приказ открыть огонь по автомобилю, поскольку водитель не остановился для проверки документов. Тогда погибла женщина-пассажир. Сегодня высший спецсуд должен был рассмотреть касацию на приговор мариупольских коллег, но на слушание не явился прокурор. Поддержать пограничника пришли более 200 человек. Это и коллеги обвиняемого его начальства, и народные депутаты. После того, как заседание перенесли, они отправились в генпрокуратуру. Вот так сложилось, что суд не состоялся, поэтому встречались с генпрокурором, где разобрали ситуацию. Но главный вопрос, который стоит на сегодняшний день, у нас война, у нас отсутствуют военные суды, и у нас ребята, которые исполняют приказы, не всегда уверены в том, что их за это исполнение не накажут. В то время это задается большой вопрос реализации выполнения любого приказа, который выдают командиры в боевое время. Стрельба в американском штате Колорадо. Мужчина открыл огонь по людям возле супермаркета. Три человека погибли. И это на следующий день после теракта на Манхэттене, который унес жизни 8 человек. После волны насилия стране требуют лишать паспортов, вводить санкции и даже казнить. О том, как реагирует Америка Дмитрий Анопченко. Для Сайфула Саипова, жертвами которого стали 8 человек, Дональд Трамп требует высшей меры. В Твиттере президент сообщил, преступник попросил повесить флаг исламского государства в больничной палате, где он сейчас находится. Трамп написал, выделив большими буквами, его нужно приговорить к смертной казни. Но если приговор дело суда, он сейчас как раз начался, то на период следствия Трамп готов упрятать Саипова в военную тюрьму Гуантанамо, где американцы содержат захваченных за рубежом террористов. И это в его полномочиях. ФБР сейчас буквально по крупицам собирает информацию о Саипове. Уже известно, что теракт он задумал год назад. Два месяца назад окончательно определился, что использует грузовик. Он решил проехать через толпу несколько сотен метров, давя колесами и убивая людей. И специально выбрал Хэллоуин, чтобы жертв было побольше. На допросе Саипов признался. Действовал один, инструкции ни от кого не получал. Просто просматривал в интернете кадры прошлых терактов с использованием грузовиков. Наказать теперь могут еще и Узбекистан, откуда Саипов приехал, включив страну в черный список государств, гражданам которых запрещен въезд в Штаты. Призналась журналистом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. А конгрессмены так и вовсе решили лишать американского паспорта за связи с терроризмом. Палата представителей накануне проголосовала за, дав право Госдепу отбирать паспорта у тех, кто является членом террористических организаций или оказывает им поддержку. Осталось лишь финальное голосование в Сенате. И нововведение заработает. На этом фоне у многих сжалось сердце, когда в новостях с пометкой срочно сообщили, в стране случилось еще одно ЧП. В Колорадо кто-то открыл огонь по людям. Есть погибшие и раненые. На окраине Денвера преступник открыл огонь около гипермаркета Уолмарт. Три человека погибли. И главный вопрос был, неужели опять теракт? Но местная полиция сейчас подтвердила, это преступление на бытовой почве. Исламисты ни при чем. Хотя и к их атакам страна сейчас готовится. Ведь никто не знает, кого еще, кроме Саипова, вдохновили воззвание боевиков исламского государства. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Лотерея радикалов и декларации полицейских миллионеров должна проверить парламентская комиссия. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал лидер соцпартии Сергей Каплин. По его словам, во главе угла декларации чиновников первого эшелона власти. К примеру, лотерейное везение Ляшко на полмиллиона и элитная недвижимость в подарок родителям от главного следователя Бута. Алена Зайцева начала сотрудничать со следствием. Водитель Лексуса, по вине которой две недели назад погибли шесть человек в Харькове, дает показания. Накануне вечером ее привезли на место ДТП для следственного эксперимента. Обо всем подробнее Светлана Шакера. Улица Сумская. Полиция перекрывает движение на перекрестке с переулком Мечниково, где 18 октября вечером произошло ДТП. Рядом останавливается автозак с главной подозреваемой Еленой Зайцевой, водителем Лексуса. По предварительным данным следствия, машина неслась по главной улице города со скоростью более 80 км в час. На перекрестке Лексус столкнулся с Фольксвагеном и полетел на пешеходов, стоявших на тротуаре. После ареста Зайцева давать показания отказывалась, но на второй следственный эксперимент все же приехала. В наручниках с длинной цепью. В темном капюшоне она отворачивает лицо от камер и едва слышно отвечает на вопросы следователя. На тротуарах, как и в тот вечер, многолюдно. Прохожие смотрят, как Зайцева показывает, где именно на дороге был ее Лексус, подъезжая к перекрестку, как двигался вправо за мгновение до трагедии. Результаты следственного эксперимента адвокат Зайцевой не комментирует. Следователь коротко объясняет. Начальник областного управления обещает не затягивать расследование. Практически все, что было необходимо, уже сделано. Даже если возможны где-то какие-то затягивания с какими-то лицами, то скорее будет выделено какое-то производство для установления каких-либо фактов. Это либо установление объективности и законности полученных прав, гонок и тому подобное. Результаты самой важной автотехнической экспертизы, которая даст ответ на главные вопросы, полиция обещает обнарудовать до конца недели. Тогда и станет известно, кто будет отвечать за гибель шести человек. Еще одним смертельным ДТП занялся суд в городе Ривны. Гражданин Азербайджана влетел в Жигули. Водители и трехлетняя девочка погибли. И вот сегодня в судебном процессе неожиданный поворот. Какой, расскажет Инна Белецкая. Авария на Ривныской объездной произошла в ту же ночь, что и жуткое ДТП в Харькове. Внедорожник, за рулем которого был 50-летний гражданин Азербайджана Айтибар Мирзоев, вылетел на встречную полосу и протаранил Жигули. Водитель погиб на месте. Его внучку и еще одного пассажира отвезли в больницу. Трехлетняя девочка прожила 6 часов и умерла. Экспертиза показала, уровень алкоголя в крови Мирзоева в 5 раз превышал норму. Городской суд отправил виновника аварии на 2 месяца в СИЗО. Сегодня в апелляционном суде адвокат просил отпустить его подзащитного под домашний арест. Доводит, что на его думку, ни следователь, ни прокурор не довели наявность рисков, которые дают достатньо представить, что подозреваемый Мирзоев, который впервые притягивается к криминальной ответственности, имеет постоянное место проживания в семье, хворея на цитровый диабет и потребует доведения в умовах специализированных медицинских закладов. Почему отпускать Мирзоева из СИЗО нельзя, суду объясняет прокурор. Мирзоев в свою очередь тиснул на святки и пытался перескоджать криминальному проведению. Мирзоев в час дорожной транспортной пригоди провел в состоянии алкогольного опьянения. Неожиданно для всех присутствующих бабушка погибшей девочки, которая в аварии потеряла еще и мужа, поддерживает не прокурора, а адвоката. Погнали отпустят под домашний арест. В связи с тем, что мы хворим человека. И мы все ходим под Богом. Но суд оставил Мирзоева за решеткой, почему у пострадавших появилось желание облегчить жизнь обвиняемого. Активно обсуждают в соцсетях, предполагают, фонд мог пойти подкуп или запугивание. Мирзоев хорошо известен среди иностранцев, которые живут в городе. Его имя связывают с незаконными операциями с валютой. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривне. Главный канализационный коллектор столицы сегодня ввели в эксплуатацию. Запускали торжественно. Приехал не только мэр Виталий Кличко, но и вице-премьер Геннадий Зубком. По словам чиновников, это самый долгостроящийся объект столицы. Общая стоимость проекта 1 миллиард 300 миллионов гривен. Две трети этой суммы выделил город, остальное взяли из госбюджета. Коллектор – один из самых важных инфраструктурных объектов нашего города после метрополитена. И по сложности, и по важности. Если, не дай бог, авария была бы, все город было бы без воды. Это была бы большая трагедия. 9,7 километров, их вообще не так много. Японские технологии, которые самые современные, они сегодня, мабуть, один из двух-трех объектов, которые реализуются в мире. Поэтому, безусловно, и этот объект, и станция аэрации Бортнича, и будущие проекты, которые относятся Дюкельев, они и важны. Контрабанда нон-стоп. В Закарпатье через границу переправляют сигареты в промышленных масштабах. Злоумышленников ловят и украинские, и румынские, и словацкие пограничники только за минувшую ночь. Три случая. Марина Коваль продолжит. Двоих мужчин в водолазных костюмах возле границы с Украиной заметили румынские пограничники. Те пытались убежать, поэтому полицейским пришлось открыть огонь в воздух. Водолазами оказались граждане Украины. Они переправили через реку Тиса 20 пакетов сигаретами, ориентировочной стоимостью почти 900 тысяч гривен. Какие сигареты? Джинлинг? Мальбора белая? Не знаю я. В Мукачевском погранотряде, по информации румынских коллег, проводят служебную проверку. И рассказывают, той же ночью, на румынской границе, тоже заметили контрабандистов. Они пытались переправить пакеты, в которых было 12 тысяч пачек сигарет. Но задержать злоумышленников не удалось. И еще об одном случае, произошедшем на украинско-словацкой границе, сообщила словацкая пресса. Местная прокуратура передала в суд дело контрабандистов, которые переправляли сигареты с помощью катапульты. После появления этой информации, в соцсетях появились вот такие фотожабы. Катапульта была установлена на территории Украины, где именно пограничники не знают. Задержаны 9 граждан Словакии, среди них двое бывших сотрудников местной погранслужбы. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Самолеты, космодромы и спутники. Украина предлагает Канаде строить все это вместе. Предложение озвучил премьер Владимир Гройсман во время визита в Монреаль. Там он принял участие в круглом столе по вопросам аэрокосмического сотрудничества. И напомнил, что первая канадская женщина-астронавтра Барта Бондар украинка по происхождению. Украина является космическим государством. Мы имеем прекрасный опыт, интеллект, наука, которая может быть очень полезной на данном этапе, в объединении нашей współпрости. Думаю, что наши компетенции и наш опыт в объединении с возможностями наших канадских партнеров может дать очень хороший результат. Еще один без виз. Теперь с объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом президент Петр Порошенко заявил после переговоров с премьером этой страны. Стороны подписали соответствующий меморандум. Норма об отмене виз вступит в силу в декабре. И это хорошая новость, говорит Петр Порошенко, ведь только в прошлом году Эмираты посетили более 112 тысяч украинских туристов. У меня есть приятная новость для многих украинцев, которые собираются сейчас отмечать Объединение Арабской Эмираты. Подписанный документ сегодня про скасывание виз для украинцев, которые планируют отмечать эту страну. И уже в грудни месяце, когда после обмена нотами эта угода вступит в силу, украинцы могут вольно подорожать еще одной надзвучайно важной и привабливой для нас страной. А ценность украинского паспорта продолжает врастать. Радикалам въезд воспрещен. Варшава планирует не пускать в страну украинцев, которые придерживаются антипольских взглядов. Министр иностранных дел Витольд Ващиковский уточнил, речь идет в частности о людях, которые демонстративно носят униформу СС Галичина, а также о тех, кто сравнивает действия УПА и армии Краевой. В каталонский процесс в Мадриде начался суд против организаторов референдума за независимость автономного региона. Бывший глава Каталонии Карлос Пучдемон на заседание не явился. Испанская прокуратура уже запросила европейский ордер на его арест. Елена Абрамович расскажет все детали. Остраненные от власти каталонские министры и депутаты начали прибывать в суд с 8 утра. Их обвиняют в мятеже и хищении государственных средств. Приехали не все. Экс-президент Карлос Пучдемон и четверо министров остались в Брюсселе. Их адвокат настаивает на дистанционном допросе. Атмосфера не очень хорошая, поэтому лучше держать дистанцию. Есть возможность, и у меня уже была такая практика, когда испанских следователей присылали в Бельгию или организовывали видеоконференцию. Закон это позволяет. Если же Испания решит сделать запрос на экстрадицию, то в европейском законодательстве есть много пунктов, позволяющих ее обжаловать, заверил адвокат. Между тем суд разрешил шестик депутатам отложить допрос. Допрос приостановили, чтобы мы могли лучше подготовиться к защите в следующий четверг и предоставить дополнительную информацию. Что касается министров, прокуратура потребовала арестовать всех, за исключением одного, министра культуры. Он ушел в отставку перед провозглашением независимости Каталонии и согласился сотрудничать со следствием. Пока суд вел допрос, возле здания собрались сторонники независимости. Среди них и предшественник Пучдемона. Мы все здесь, чтобы поддержать членов правительства и парламента. Это всегда нелегко. И со стороны многих наших людей есть ощущение несправедливости. Суды и насилие не решают конфликт между Испанией и Каталонией. По-настоящему это можно сделать только политическим путем. Между тем, более ста академиков и евродепутатов обратились с открытым письмом к руководству Еврокомиссии и Евросовета. Требуют отреагировать. Нарушения основных прав и свобод не могут быть внутренним делом государства, настаивают авторы. А городской совет Барселоны признал отстраненное каталонское правительство легитимным. Но независимость не поддержал. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Громкая отставка в британском правительстве. Министр обороны ушел с должности из-за того, что 15 лет назад потрогал журналистку за колено. Почему этот проступок стоил Майклу Феллану должности? И кто заменит его на посту? Светлана Чернецкая из Лондона. Это совершенно неожиданная отставка. Из всех историй о сексуальных домогательствах в британской политике это едва ли не самое безобидное. 15 лет назад депутат консервативной партии Майкл Феллан несколько раз попытался положить руку на колено журналистке за ужином. Сама Джулия Хартли-Брюер о том инциденте вспоминает со смехом. Мол, пришлось пригрозить ударить по лицу, если не прекратит. На этом инцидент тогда был исчерпан. Но похоже, это не единственный проступок Феллана. И он боится дальнейших разоблачений. В кулуарах парламента давно поговаривают о пристрастии Феллана к спиртному. Мол, выпив, он становится другим человеком. Три года назад ходили слухи, что будучи на веселе на одной из партийных вечеринок, он обозвал журналистку Бриони Гордон шлюхой. Культура поведения изменилась с годами. То, что было допустимо 15-10 лет назад, явно неприемлемо сейчас. В прошлом я вел себя в некоторых ситуациях неподобающим образом. И это не соответствует современным стандартам вооруженных сил. Поэтому, считаю, было бы неправильно оставаться министром обороны и требовать от военных высочайших стандартов, когда мне самому это не удавалось. Очень вероятно, что это конец политической карьеры 65-летнего Майкла Феллана. Политика с огромным стажем. Он был замминистра еще в правительстве Маргарет Тэтчер. И его считали возможным преемником Терезы Мэй. Премьер уже назначила министром обороны близкого соратника восходящую звезду британской политики. Это 41-летний Гэвин Уильямсон. У него нет министерского опыта, как и опыта военного. И для многих это назначение стало очень неожиданным. Тем временем угроза отставки повисла над Дэмианом Грином, вторым человеком в правительстве после Мэй. Он тоже пытался ухватить молодую женщину за колено несколько лет назад. А потом послал двусмысленное сообщение. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. А в Николаеве свой секс-скандал. Школьницам на внеурочной лекции о СПИДе раздали необычные брошюры. В них рекомендации, как безопасно работать проституткой. Эта новость появилась на одном из городских сайтов. Фото брошюры якобы прислали возмущенные родители. Правда, ни номер школы, ни название организации, проводившей лекцию, не указали. Публикация вызвала резонанс. Вот только родители наотрез отказались сообщать подробности. В мэрии, уверяют, подобных лекций не проводили. Это все новости к этому часу за развитием событий. Следите на нашем сайте подробностей. А завтра не пропустите итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин